дорогие мои хочу вам привести пример смотрите вот это вот лестница если по жизни вот все люди вот семьи допустим в какой семье мы выросли и так далее это разные ступени разные старты вот разные старты у кого-то очень добрые родители у кого-то кто-то родился в семье алкоголика в общем если вот поддержка со стороны и папы и мамы и тебя вдохновляют и то что родственники вот эти вот проклятия допустим не умершие а вот те and sisters это те которые вот родители вот мы же не знаем что они там как они грешили мы не знаем делали они аборты проклинали ли они кого-то в общем если это случалось это все нас отодвигает дальше от господа то есть разные старты теперь смотрите даже если есть материальный достаток это не значит что там намоленное место сегодня у нас дорогие мои пятница иисус христос мой бог пошел добровольно на крест когда он был на кресте что ему кричали ему кричали сойди с креста сойди с креста докажи вот на почему он этого не сделал смотрите мог ли он сделать вот если православный вот это кажется что это левая рука но это по-настоящему правая вот здесь вот все перевернуто посмотрите православные крестятся чтобы вас не водить а так сказать там левая правая вот православные креста стопроцентный бог и стопроцентный человек отец сын дух святой и влобешник влобешник себе влобешник на живот на правое плечо и на левое плечо вот тогда вот это крест вот что это за крест и как вот легче понять мы и кин вот мы и только мы и вот я родилась в мае английский это мае это мэй а еще это если вы пишете за главной буквой это мэй или маргарет или маа вот ну ладно не об этом могу если вот с маленькой буквы с прописной писать мэй и кэн это абсолютно разные вещи если я держу в руках ай кэн ай кэн вот ай кэн я держу потому что у меня пальцы вот захватили физически я могу мог ли физически сойти с креста иисус христос да мог но это была миссия невыполнима потому что он спаситель пришел поймать я не спаситель иисус христос уже спаситель пресвятая богородица вот я православный человек она не спасительница она не спасительница но она помощница она мамочка и все остальные святые вот они сто процентов святые они сто процентов святые потому что они уже доказали потому что они уже прошли вот эту вот смерть откровению она богослова апокалипсис 118 потому что они уже прошли И через Иисуса Христа, через смерть, Иисус Христос держит, вот Апокалипсис 1, 18, это откровение Иоанна Богослова, Иоанна Богослова, который мамочку досматривал, не просто жена, вот там если, сейчас вот эти вот перекосы, ты жена вообще молчит, какая я тебе жена, какая тебе жена вообще, жена или там женщина, вы вообще в Библии смотрели там заглавные буквы, она единственная, она превыше Серафима и превыше Херопия. А Серафимы и Херопия, иудеи знали по именам, по именам их знали, по званиям именам, вот эти архангелы и ангелы, и они были установлены, эти статуи в храме Соломона, который сейчас разрушен. Его там пытаются отстроить, но смотрите, ребята, что они хотят отстроить, вот те иудеи. Иуда Искариотский был единственный иудей, остальные 11, которые сидели за столом, 11, включая Иисуса Христа, они были на заре галилеяне. Иудеи говорили, что, смотрите, галилеяне, там честь, честь, вот честь, достоинство. Иудеи, деньги, деньги, это две вещи, которые не это вот, не саризмит, вам нужно всё время сделать выбор. Или вы, вот смотрите, иудеи, они что угодно сделают, это сейчас вот вы увидите, что угодно сделают, у них показатель, это деньги, материальный мир. Вот, допустим, там в США, ну, я нахожусь в США, если другие страны вот равняются, я ещё прикалываюсь, говорю, ребята, если вы едете в США, не забудьте большой-большую корзину, потому что вот сейчас вот 9 утра, я уже проспала, нужно с большой корзиной пораньше выходить, потому что там с утра на деревьях растут доллары, понимаете? Или люди думают, о, я пойду, чуть поеду, буду что угодно делать, там, эти вот унитазы мыть, лишь бы там деньги. Ребята, деньги, мыть унитазы или достоинства, или десятая заповедь, смотрите, как 10 можно написать, вот это что я показываю, крест, ну, это десятая римскими, правда? Римскими, римскими, понимаете, римскими, десятая заповедь, не завидите чужому, своему радуйтесь. Вот у вас есть вот этот старт, поймите, в голове, Иисус Христос физически мог сойти физически, он показывал, что он бурю, шторм останавливал, но не всегда нужно остановить шторм и бурю. Иногда, значит, вот смотрите, там внутри, когда ребёнок, вот, он же понятия не имеет, что происходит, вот происходят процессы, а вот мама, здесь она, там, понервничала, там буря, он перекрутился, или ещё что-то, или подержали, вот, у меня три ребёнка через мою тропу прошли, все сложнейшие беременности, а самая страшная была вот с первым ребёнком. Ну, смотрите, с первым ребёнком, во-первых, он родился два раза, два или два раза пуповиной вокруг шеи, вот так вздушенный, значит, первые три дня его просто не приносили. Я своего Артура первые три дня не видела, во-первых, его два раза откачивали, он там синий был, вообще не дышал, во-вторых, он наглотался микрониальных вод, то есть он стал дышать внутри, и всё это и укакался, и заглатывал там всё внутри, значит, у него, в общем, его вытащили, вытащили из меня синий-зелёного, вот, обвешенного этого, обмотанного два раза пуповиной вокруг шеи, представляете, а это же асфекция и так далее, в общем, они же не знали, будет у него вообще мозг работать, не мозг, но этого мало, его ко мне почему не приносили, потому что у меня температура под 40, значит, поднялась и три дня не падала, меня обкалывали этим его сильнейшими антибиотиками, и у меня температура не падала с утра, вот я просыпаюсь, а у меня 39, представляете, с утра, и вот я чувствую, что я изнутри, вот, изнутри сгораю, и на третьи сутки вот мне не приносили, потому что меня обкалывали, и кормить же, во-первых, вот это вот всё, ну, под химией, то есть мне не давали, то есть его там и вообще его не приносили, там, до ним, за ним я не знала, кто досматривал, ангелы досматривали, понимаете, вот ангелы, но эти ангелы были и в белых халатах, и не сих, вот, ну, там, и всё остры, это вот, вот, кто допускали, но это другая тема, просто я вам говорю, что Иисус Христос физически мог, но его миссия ещё не была выполнена, он же говорил, вот он первый, первый, который пришло время, и он сам себя выявил, Бог соединил нас со своей божественной, ипостасью через вот эту вот утробу святую, моя утроба не святая, вообще у людей здесь вот утроба святая была у Пресвятой Богородицы, и все доказательства есть, потому что вот они же себя, ну, Господь проявил себя через это в специальной семье, в семье иудейской, в которой вот именно девочка, Пресвятая Богородица, с трёх лет, а она была единственная девочка, первая ребёнка доверяли Господу, вот если у меня первый ребёнок, вот Артур, если бы я знала вот эти вот иудейские правила, и так далее, и у меня сердце лежало, допустим, эти вот и монастыри, и всё, но я спрашивала у людей, которые я думала, думала, я думала, что они, значит, близки, вот у них сердце, ну, как бы, что они близки к православию, Господу, а это неправда, потому что, в общем, они меня отговаривали, не ходи туда, не ходи туда, мне приходилось советоваться, а к обычным людям, к обычным, теперь, а какие, потому что какие авторитеты, какие авторитеты у меня были, смотрите, я приходила, из церкви меня выгнали, если ты вот с православной, вот я прибежала, когда, знаете, вот мне не хотелось жить, вот нацепила, так сказать, в тот момент свою самую лучшую одежду, там, эти вот белые штаны, и прибежала вся в слезах, меня бух, и этот вот бабка какая-то в церкви православной остановила и не пустила к батюшке, я орать не стала, что я не к вам, я вот, я же хотела не к ней, а к священнику, но она-то меня не пропустила, теперь, смотрите, если я доползу, вот я доползу, вот, это же не прямая, вот, я стою на лестнице, это же не прямая, вот, лестница Якова, она же восходит вот наверх, но я не к людям иду, я иду не к людям, я ползу к Господу, как не задам вопрос, а вот, если, как вы думаете, что такое рай, кого вы там увидите, все говорят, бабушку вижу, дедушку, ребятушки, вы не знаете, где ваши бабушки, дедушки, черти могут, знаете, приобрести любой вид, кроме Иисуса Христа, Отец и Дух Святой, кроме Пресвятая Богородица и все святые, которые доказали, вот, они доказали, вот эти вот все апостолы о 12, апостолы о 12, но не искариотские, вот те назареи, вот те галилеяне, для которых честь дороже всего, это же все не даром, вот Иисус Христос проявился, вот, именно в этой семье, и он назарей, он галилеянин, смотрите, если я сказать, вот, там, допустим, мои анцестерсы, мои там бабушки, прабабушки, они не на Украине родились, мой дедушка родился в Одесской Республике, Одесская Республика в то время была, понимаете, вот эти, если сейчас там кричат, молодежь и подростки орут, Украина превыше всего, простите, сколько лет в Украине, у меня старший сын орёт, это вот, который вылез из меня вот 31 год назад, и когда он у меня был в животе, НАТО, США, бомбили Югославию, смотрите, нет, в 91 году началась война в Югославии, началась, она длилась 10 лет, когда Артуру, вот, когда я уехала, когда мне вот 30 лет, когда я в Аргентине была, вот, первый год, вот, когда Артура очень бил ногами, вот, ногами, он говорит мне, что я плохая мама, откуда я знала, что он будет ногами бить, здоровый мужик бить ногами, но Мажуга родился 7-месячный, и его мать, почему родилась 7-месячная, значит, он младше брата, там всего два брата, и она ненавидела, она ненавидела своего мужа военного, он её избивал, она родила ребёнка 7-месячного, Валюха, Валька, моя невестка, она родилась 8-месячная, её маманя, значит, у неё повышенное давление было, вот, она вот 10 там бегала по улицам, пытаясь там бабки заработать, бабки заработать, 8-месячную её родила, вот, и, смотрите, не сидела спокойно, спокойно не сидела. У меня, вот с Артуром, беременность была, это просто не передать, просто не передать, значит, у меня было отслоение плаценты, у меня было предлежание плаценты, у меня, значит, мне врачи говорили, видишь, у тебя анализы все показывают, иди на чистку, у тебя пара базальные клетки, значит, у тебя отслойка плаценты, а я не верила, вот, а я, хорошо, я была Фома неверующая, я бегала, это вот, вот один сказал мне, второй сказал, показали анализы, а я к третьему побежала, он говорит, забей болт, забей болт, и скажет, у тебя нету болта, вот, а вот всё, что у меня есть, вот то, что у меня есть, потому что всё это за власть, вот власть, вот это вот, мне мужики, эти, ну, мужчины, которые там, допустим, не то, что попадались вот на пути, вот я иду, они там что-то увидят, знаете, вот волки, вот серые волки, я иду, шапочка, вот я красная шапочка, иду себе, мне Господь Иисус Христос вот сказал, вот, видите, Господь мне сказал, иди вот и радуйся, я же родилась в воскресенье, вот, я родилась в воскресенье, Иисус Христос воскрес, воскресенье, а где вот он был? С пятницы вечера, вот, когда он испустил дух, и где он был в субботу, вот иудеи в субботу сидят и ничего не делают, а брехня, Иисус Христос им сказал, брёте полицемеры, вы обрезаете, обрезаете, священник обрезает, писюнь обрезает на девятый день, хотите или не хотите, вот даже если у них женщина рожает, вот представьте, вот если нету повитухи, вот нету повитухи, и что делать, сам придётся принимать рода, а если он иудей, вот, а им там нельзя было, вы знаете, вот нельзя, не потому что они не могли физически, а потому что они себе в голову вбили, а если нету другого выхода, вот нету другого выхода, допустим, так почему Иисус Христос, Mission Impossible, это миссия невыполнимая, это фильм, помните, этот вот, там, загонки, и не загонки, а этот вот, детектив, ну, очень не детектив, эти вот, там, стрелялки, вот, Mission Accomplished и Mission, или Mission Accomplished, или Mission Impossible, в общем, Иисусу Христосу надо было 10-ю заповедь выполнить, а Он Искупитель, Он Искупитель, Он Бог, на Него равняться, когда монахи на остальных 11, там были женаты, там были то и сё, апостол Павел у него, он был монах, но у него сестра была, то и есть, было на кого опереться, вот, на кого я могу опереться? На ангелов, то есть, когда у меня, вытащили моего первого ребёнка, и, смотрите, я вообще понятия не имела, вот, там были доверенные лица, доверенные, вот, которые вот в белых халатах, эти вот, ну, это длинная тоже история, которые досматривали там в шестом роддоме в парке Шевченко за моим ребёнком, а ко мне с утра прибегало консилиум, вот, как Павлова, как Павла, потому что у меня с утра 39, 39, они меня там чуть не угробили, они не специально, в общем, просмотрели, но это Бог же попустил, значит, дьявол хотел меня уничтожить, смотрите, обязательно уничтожает дьявол, почему? Из-за зависти, 10-я заповедь, из-за зависти он будет постоянного, а ты смотри, у того больше, больше дом, а ты смотри, у этого, мне не нужен больше дом, мне нужен мой дом, вот, что происходит у меня, ну, вот, смотрите, невестка, когда Артур сказал, что он женится, показал фотографии, у них там отличный дом в этом вот, в этом, в дальняке, то есть я посмотрела, то есть материальный достаток, я подумала, слава Богу, мне чужого не надо, я просто подумала, что они не начнут завидовать, не начнут, ну, знаете, отбирать у меня, потому что у меня это всю жизнь, вот если я иду, и кто-то вот завидует, вот появляется волк, и ему зависть, вот он хочет вот эту вот, значит, себе иметь, вот Гена хотел себе иметь, ему было плевать, допустим, что меня бросил лётчик, у меня трава, мне вообще не до него, но он же использовал, что, вот этот вот падший ангел, он использовал, что, свой опыт, свой опыт, как очаровать женщину, это вот, он увидел, ну, вот такой махровый нарцисс, но откуда это у него пришло, откуда, его мама в три, там, в пять лет, когда он встал, испугал его гуси, вот, а я ж гусей послала в три года, понимаете, я когда рассказывала эту историю, в общем, только Гена, я общаюсь с ним, вот я смотрела на него, допустим, вот он рассказывает, 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 все такие, ааа, женщины вокруг, ну, это папа Артура, все хлопают, а я, а я более опытная вруха была, потому что я с самого детства, что я попала в сумасшедшую семью, в которой мне надо было как-то выживать, и я не видела другого пути, кроме как сделаться для них, вот, вот это вот двойная, то есть, мать мне, я не умела высказывать свое мнение, то есть, она говорила, яйцо курицу не учит, яйцо курицу не учит, ты вылезла в меня, значит, ты обязана. Пупс, первая заповедь, я обязана Господу Богу, Господу, Отцу, Сыну, Духу Святому, Пресвятой Богородице. Она, как мать, обязана была. А, смотрите, Библия говорит, родителям, станете родителям, дети станут непокорны. Я умоляла Гену, умоляла, просто умоляла, со мной идти, потому что я беременна, ему было плевать, вот у меня дочка сейчас говорит, а вот, ну, за аборты, а если изнасиловали, а если не изнасиловали, смотрите, а получилось ли, вот, изнасиловали, когда ты, допустим, вот в уме, а как у меня получилось, потому что я аж только вот в прошлом году узнала, что у меня практически получилось изнасилование, когда я предполагаю, что вот этот полицейский с какой-то целью, он мог, или поспорить со своими дружбанами, кто меня охмурит первый. Охмурит в смысле, ну, там, допустим, койку добьется. Вот, и он же мог мне подсыпать вот на том первом свидании, то есть опытнее, мужик, у которого ликвидатор, убийца, его работа, и эти вот ловля внедрятся в банды, то есть он врет, вот он будет смотреть вам в глаза, и он будет чем угодно ему по работе, вот он же подписал контракт, вот контракт за деньги, работаем на Интерпол, я говорю, за полицейского аргентинца, он ему что угодно соврет, потому что я этой аргентинке, когда она это вот, ну, он говорил, что я проститута, что я спала там со своими этими вот подругами, там еще, я их нашла, я, в общем, это все брехня. Вот меня в прошлом году, знаете, аж перекосило, меня дочка вчера спрашивает, а что ты вот с этими, ну, не дружишь, ну, заблокировала их, я говорю, а ты знаешь, а мне надоело выяснять, кто из них прав и кто из них с кем спал, для меня легче, вот сами разбирайтесь, мне доползти до небесного Иерусалима, и вот если я, душа вытягивается из тела, у меня был такой опыт, и я могу рассказать, что я видела и так далее, и вот кого я увижу, то, что я там, допустим, ну, когда у меня бабушка, сегодня 8 марта, и у меня бабушка была похоронена 8 марта, и вот я когда в 2004 прилетела назад и пошла на кладбище и рыдала, и, ну, это вот, ну, потому что я, значит, смотрите, я получилась, меня мать обманула, 9 заповедь, 9, а 9 и 6, вот я смотрю 9, если это вот, ну, если вот так вот 9, у меня есть видео, я смотрю 9, другой человек, если на плоском стоит, он видит 6, liar, liar, pens on fire, моя мать брехливая, брехливая до последней, при том она не по мелочам врет, она вот это вот, она говорит, ложь во благо, нету лжи во благо, нету белой магии, это ложь, это ложь, это брехня, это, значит, я не обязана служить родителям, родителям я не обязана служить, я их обязана почитать, я обязана служить, первая запись, Господу Богу, бесы веруют и трепещут, а у них свои боги, у них свои боги с маленькой этой водой, а у меня бог с большой буквы, Отец и Дух Святой, у меня Пресвятая Богородица, которая не спасительница, спаситель это, я могу закричать, Богородица, спаси меня, вот если я иду, вот, мамочка небесная, мамочка небесная, и всё это за главных букв, если у меня какие-то проблемы, вот когда у меня было, что меня хотели надругаться надо мной, и вот я кричала, спасите меня, вот ради ваших матерей, ради ваших сестёр, спасите меня, не дайте надругаться надо мной, вот, когда это во Львове случилось, то есть помощь пришла, помощь пришла от Господа, через людей, теперь если меня всё время вот гнобило, гнобило, вот когда приехал мой отец, через два дня приезжает мой отец, который меня не видел, ну, Львов, когда он меня не видел вообще, там, восемь лет, первое, что вот он меня увидел внешне, сказал, вот что ты такая маленькая, это не Святой Дух говорил, ну, я имею в виду маленького роста, а что ты тут идёшь, сразу нападки, это бесы, это бесы, некоторые внутри, вот, смотрите, если дети рассказывали, вот, представьте, у меня там мать верующая, говорю, это в тебе бесы, это в тебе бесы, бесы снаружи, снаружи, да, по правую сторону обязательно, вот, на правом плече сидит падший ангел, бес, падший ангел, тёмный, светлый ангел, который помогает, который ждёт, чтобы вы помолились, что вы, ну, смотрите, естественно, Спаситель это Иисус Христос, естественно, у Него своя армия есть, слава, Серовимы, Серовимы, вот вся эта армия, армия невидимая, невидимая, которая вас поднимает вот-вот сюда, не из-за того, что вы там лёгкие, я имею в виду, там, худые, а вот из-за того, что вы причащаетесь, вы смиряетесь перед Богом, перед людьми, вы говорите, ребята, у тебя есть? Хорошо. Десятая заповедь, моя мать постоянно завидовала, завидовала до того, вплоть до того, что вот до этих вот, что я не приводила даже ребят, с которыми я просто дружила, в дом не приводила, потому что она будет меня унижать, унижать моё достоинство, вот смотрите, и раньше я не знала, я убегала в комнату, я плакала, я не умела выразиться, то есть я терпела, 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 потом взрывалась, взрывала такая бомба, а вот прилетала, но я не знала, как выразиться, что, а почему ты меня унижаешь, почему ты меня унижаешь, я такое же, тебя сотворил Бог, и меня сотворил Бог, я вылезла через тебя, я ещё не знаю, что я там слушала, когда в животе была, потому что, ну, у моей, предполагаемой матери, мои поженились, вот смотрите, если я говорю со своими одноклассниками, и они, они все, все говорят, а вот в то время все, значит, вначале женились, а потом рождался ребёнок, нет, не все, я не все, мои расписались в Одессе в ноябре, 13 ноября, а я родилась 11 мая, считать умеете, я 6 лет посчитала, опа, я незаконорождённая, значит, всё, что они мне там, это вот, с детства, если бы я задавала вопросы, а мне стыдно было, я говорю, это стыдно, ты курит, ты это вот, ты яйцо, вопросы не задавай, вопросы не задавай, а Библия, ребята, а вы отвечаете словами Библия, а в Писании сказано, в Библии, в 66 книгах, это исторические книги, они, они, цацки-пецки, и не ерунда, в Писании сказано, что всех духов проверяйте, знаете, этот вот есть рассказ, в общем, послал Иисус Христос, ну, святого своего, принять душу одного, ну, это вот, человека, как будто живущего на земле, ну, там, монаха, ну, он такое, еродство, вот, как, как Аксения Петербургская, у неё же были и деньги, и всё это, вот, ну, когда муж отдал Богу душу, и причём он был непричащён, и она вот, ну, всё, замужем побывала, то есть, это вот, ну, как бы, для меня это как бы был пример, если бы у меня, вот, если бы я равнялась на святых, ну, то есть, ну, невестой я уже побывала, вот, побывала невестой, а вот, ну, я в виду, когда меня бросил лёдчик, почему меня, вот, значит, ну, мне мать говорила, вот, вырастешь, потом, значит, будешь устраивать личную жизнь, вырастешь, вот это вот, вырастешь, вот, я всё мечтала уснуть, уснуть, и проснулась уже взрослая, вот, взрослая, вот, а теперь, если вот у меня такая трагедия случилась в мои три месяца без двадцати, что меня бросает лёгий, вот вся моя жизнь рухнула, вся в жизнь, все мои надежды, что я 20 лет, вот, так сказать, ну, трудилась, там, читала, всё, что-то этого, всё рухнуло. У меня одноклассник пошёл, повесился, вот, ребята, вы представляете, да, вот, и я вот могу с этим сравнивать. Самое интересное, Алёша Сафронов, я молюсь, Господи, прости его душу, домашняя молитва может быть, домашняя, но за него я не имею права пойти и, вот, попросить в церковь молиться. Нет, ну, вот, он пошёл, не выдержал, и, вот, как Иуда Искариотский, и сдался. Ну, смотрите, вот, я тоже хотела сдаться, но как-то вот останавливалась, там, подниматься. Ради чего подниматься? Ребята, ради себя, ведь у меня не было детства, у меня просто, если мне говорят, ну, у тебя было тяжёлое детство, у меня просто не было, я могла в 19 лет, когда уже взрослая была, понять, так я могу жить с тебя и в детство, но тут появлялась мать, ты мне обязана это, ты мне обязана. Например, прихожу я с пакетом мандарин, в 20 лет, значит, с таким подарком, пришла к ним, там, на Таирова, у меня на Осипова квартира, то есть потратилась, пришла рассказать, как у меня рабочий день прошёл, а у меня хорошо это вот и деньги, ну, уже устроилась, появились, и, значит, мать это всё высушила, и я тут стою на кухне, якобы вышла, и она, давай, учну, а такая, знаете, вот ненависть, что это она малолетка, по ресторанам ходит, это пот, а я, да я никогда не видела. Слушайте, а я, а мне так обидно стало, что я принесла эти мандарины, мне надо было собрать эти мандарины, зайти в комнату и сказать, Десятая заповедь, не завидую, я 20 лет, 20 лет страдала по твоим играм, ты хуже, ты такой деспот, ты тиран, деспот, которая издевательница, это моё личное мнение, что там другие думают, и пока ты жива, вот эта мать, которая должна любить, благословлять, это, это просто ужас, я знала, какая моя мать изнутри, я не знала всего её днища, я не знала, что она позвонит, представьте, что там вообще у неё такое внутри, вот, но дьяволица ли она, стопроцентная, она могла себя окружить бесами, потому что моя бабушка, когда заболела водянкой, пошла, значит, ни в церковь, ни на покаяние, которая, знаете, вот там одни врачи отказались, это вот, она поехала к колдуну, её дедушка повёз к колдуну, и ей там что-то делали, значит, внешне она стала нормальная, внешне бабушка, но дедушка, всё, его переклинило, мой дедушка, он так бухать стал, чертей видеть, везде чертей, вот там, чёрт, поэтому, это вот, это был ужас, моя мать как сумасшедшая бросалась, это вот, знаете, кто сумасшедший, вот если сказать врагов не надо, вот, мама, мама, мне врагов не надо с тобой, вот ты хуже любого врага, смотрите, я когда познакомилась с Геной, она его сразу стала называть Квазимода, 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 но если вы разберёте, Квазимода был горбом. Я когда шла рядом с мамой, я вот так вот шла, вот так вот, и она мне била по спине, выровняйся, 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 выровняйся. Она меня могла ударить по стане при любом человеке, при любом, в любом возрасте. Вот если я говорю, она меня перебивала, она мне это вот, вот смотрите, черти перебивают, черти врут, черти высказывают свою правду. Но я-то внутри, вот она слушает, слушает, она перекрутит, и она это выдавала за мою правду. Нет, это не так. Нет, это не так. То есть мне всё время хотелось, знаете, вот сказать, нет, это неправда, у тебя перевёрнута, смотрите, вот это вот, это правая рука, это право, у неё перевёрнутая, потому что она себя бесами окружила, она сама, сама себя, вот эти вот убитые дети и так далее, вот если показать, знаете, с детства надо показывать, евреи, не дураки, они с самого детства говорят про холокост и показывают детям, что вытворяли фашисты, значит, в концлагерях и так далее. А у меня дедушка через это прошёл, через это, вот это надо рассказывать. А почему глубже там, а почему они это делали? Потому что Гитлер поехал на Тибет, вот сейчас же идёт всё это объединение, и поверил в своё само-само. Что эти вот индусы говорят? А зачем тебе жениться? Посмотри, вот видишь, эта старуха, вот ты женишься на красотке, а это вот, вот эта старуха, вот это вот будет твоя будущая жена. А он не видит, он слепой, он не видит, что вы прошли весь этот тяжёлый путь ручка об ручку, понимаете, рука об руку. Вот я с этим вот животом, ну что мне все твердили, таблетку выпей и там грудь не потеряешь, фигуру не потеряешь, вот понимаете. А когда я попала после роддома, когда у Артура фонтаном этим вот гной пошёл, и я попала на месяц в больницу, мне дали, значит, Артуру, что он будет овощ, и припёрлась вот эта вот начальница со своим мужем, вот эти ковриги два, которые он уже в 60 лет лёг и не проснулся. А иудей, и всё, его там называли гением, он не гений, он бабки, он иудей, он иуда искариотский. Знаете, что они мне подарили, они хотели, чтобы вот когда до беременности и так далее, вот эти вот четверо, четверо, я, Генка, Наташка и эти вот, они старше были, Наташка у меня там на три года старше, Танька, и вот Татьяна Каврига, и вообще её это вот, она с Ивановки приехала, деревенская, я не знаю, это позорище, своему Феде, отцу, это позорище, она убила, знаете, вот ей Каврига, вот, а он сейчас на том свете, а где он? Ну, не в небесном Иерусалиме, а здесь у него все были бабки, так вот, что они мне подарили, когда, это ещё до беременности, до всего, когда мы ещё там все вместе были, фигуру Венеры Налоской, понимаете, какая вот у меня фигура была, вот если вы возьмёте вот эту, вот, вот, вот это копия, так вот, они мне эту подарили, это же всё намёки, а я такая, знаете, в общем, приходит как-то Генка, папа Артурен, и говорит, слушай, у меня тут у матери день рождения, давай мы твою эту вот фигуру, ну, эту вот скульптуру, у меня скульптура, и я думаю, я предполагаю, мне очень интересно, у этой мамы его, Надежды Яковлевны, видите, я по имени отчество называю, потому что она бабушка, бабушка моего сына Артура, может, только потому что я уважительно отношусь, так у меня Артур ещё живой ходит, который мне вопит, что я его не так кормила, так он вообще бы просто лежал, потому что когда приехали Наташка, это вот, с этим вот, со своим мужем, вот эти вот ковриги приехали, и я им сказала, что у меня ребёнок, у него нету, в общем, он будет овощем, а в таком плане это сказали врачи, она поехала, она уже спала, я знала, что она спала с Генкой, а зачем Гене, я очень много знаю этих вот, ну, свидетельств, не то, что я их лично знаю, смотрела по видео, говорили, да, у меня, значит, девушка забеременела и родила инвалида, и она за ним смотрит, а я это вот, я честно и сказал, не буду я помогать, сама вот хочешь, значит, если хочешь, чтобы я там с тобой был, оставим его в этом вот, там, в доме каком-то, вот, понимаете, вот, они не хотели всего этого, никто не верил, не верил, в меня не верили, меня не верили, а я верила, я верила, я верила, я верила, верила, вот, вот, входит, 31 год вот такой вот, и всё выпит, ты не такая, ты не такая, пусть он сам попробует, пусть сам попробует, когда я начинала снизу, без вообще, под проклятиями, он со своей мамой, с моей мамой месяца не выдержал, она на него вызвала полицию, а у меня, значит, это, я не знаю, когда я с мужуга жила, и, если мы когда-то, это его очень, когда мы когда-то ходили, и люди говорили, вы святая, вы святая, там вообще нечего делать с мужуга жить, это вот, вы с моей мамой попробуйте, вот, в таком плане, я на пока остановлюсь.